Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Сегодня мы проводим 61-ю по счёту передачу в рамках авторской программы «Конституция. Мы». И сегодня в студии автор и ведущий программы, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук профессор Ким Кимен Александр Николаевич и в студии у нас работают режиссёры Марья Новгородова и Ольга Степанова. Сегодня тема нашей передачи – актуальные аспекты реализации консионных гарантий на свободу литературного, художественного и других видов творчества, преподавания. И гость нашей студии – Максим Сергеевич Эверстов, писатель, победитель Всероссийского конкурса писателей «Новая фантастика-2022», сотрудник медиа-центра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, преподаватель Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мусова. Максим Сергеевич, мы вас приветствуем. Добрый день. Я не случайно избрал вас в качестве гостя, потому что считаю, что вы очень талантливый, перспективный писатель. И я думаю, что Якутиан в последующем будет гордиться вашим именем. Хотелось бы пожелать вам всяческих успехов. Ну, конечно же, всем будет интересно, кто такой Максим Сергеевич Эверстов, потому что вы достаточно часто говорите о разных книгах, о книжных новинках. Преподаете этот материал очень так креативно, доступно в то же время. Где вы учились, какую школу заканчивали? Учился я в 26-й школе сначала, потом в 5-й, докончил 5-ю школу, поступил в наш Северо-Восточный федеральный университет на филологический факультет. То есть у меня не было даже какой-то мысли подавать документы в другие места. Я сразу понял, что литература, и всё. Вот, может быть, в этом смысле меня повезло больше, чем другим. Некоторые люди всю жизнь ищут какое-то своё главное звено, свою силу. Я туда пошёл, сразу понял, что выбор был сделан правильно, с удовольствием, значит, все 5 лет прошёл с отличием наш филфак, и потом понял, что это не всё. У меня ещё аспирантура была, значит, 3 года, магистратура 2 года, так что у меня всё вместе 10 лет заняло. Так странно звучит, вроде не врач, врачи же долго учатся, а так заняло 10 лет, и с удовольствием эти времена вспоминаю, конечно. А аспирантура тоже при СВФ? Тоже, да, у нас тоже есть аспирантура. Ну, кого могли бы выделить из своих преподавателей, наставников? Ой, у нас на филологическом факультете очень мощный пул преподавателей, и, разумеется, у нас там есть мамонты, мастера, это и Анатолий Алексеевич Бурцев, да, у нас там и Игорь Степанович Емелянов, у нас очень большой состав мощных преподавателей, но, к сожалению, в силу возраста, в силу времени, многие уходят с работы, с жизни, и могу сказать, что до сих пор, наверное, филфак всё равно очень мощную базу даёт, хотя появились новые преподаватели, молодые, но там есть такой литературный дух, немножечко он такой романтический, немножечко не такой точный, как в математических, все такие в облаках витают, но база очень сильная всё равно была. Ну, я слышал, что профессор Самсонов всегда как-то вас выделял. Что вы можете о нём сказать? Я его уважал очень сильно, и, наверное, как и другие мои однокурсники, всё-таки не так сильно ценил вот это вот ощущение, которое он давал. Он уже вокруг себя создавал целую атмосферу, как очень мощная планета со своей гравитацией. У него и шутки были, там, в 86 лет он с удовольствием ходил пешком, у него был отличный юмор, он нас всё понимал, он рассказывал такие истории, которые, ну, не услышишь от человека, который и войну прошёл разведчиком, и, ну, внёс неимоверный вклад в изучение древнерусского, старославянского, болгарского языков. Поэтому я горжусь, что я успел у него поучиться, и он говорил, что да, вот он всем моим однокурсницам, а там же всегда один парень на 30 девушек, и он всем говорил, вот за его спиной вы найдёте себе опору. Я прекрасно обладал знаниями. А вообще вот кто привил вам любовь к литературе? С чего всё это начиналось, наверное? В школе? Наверное, в первую очередь, конечно, это дом, бабушка. Бабушка, у неё всегда было много книг, и она рассказывала, хотя она сама незрячая, она очень хорошо знала литературу наизусть, она прекрасна. Лермонтов её любимый писатель. Через неё, через маму это пришло, мама сказки рассказывала всегда с удовольствием, с упоением. Папа всегда читал какие-то детективы, какие-то книги. Ну, то есть это тоже оттуда пришло. И потом всё-таки, я думаю, должен поблагодарить Людмилу Васильевну Артамощенко. Артамощенко, она в пятой школе была учителем литературы. Сейчас она в другой город уехала, но она смогла вот до меня донести, что литература, она может обогатить человека духовно, и она не даст, может быть, в чём-то так много, как экономика, например, бизнес. Но если уж человек любит литературу, то она будет его тоже любить в ответ. Ну, конечно, вот то, что в семье, вот такой литературный дух, где много книг и дают какие-то важные советы, ну, это здорово. А вообще, вот когда вы начали писать, и какое событие оно для вас было таким ключевым, которое сподвигнуло? Или поверить себя, или, может быть, первые отзывы? Здесь самого первого события, вот, наверное, не было. Я тот человек, который... Я начал писать, наверное, лет в 16, 15-16. Я помню отрывочное воспоминание, это мой где-то 9-10 класс, и я летом начинаю писать в какой-то толстой книжечке, в тетрадке на 90 листов в клеточку начинаю писать. Мне кажется, что я пишу роман, мне кажется, что это будет нечто, как у многих молодых. Разумеется, это было повторение за фэнтези авторами, которых я тогда читал, но это дало мне две вещи, очень важные вещи, которые сейчас я понимаю со временем. Во-первых, это был толчок к тому, чтобы вообще писать. То есть он же у некоторых намного позже возникает, само желание писать. Может, и в 30 возникнуть, и в 40. У меня вот 15-16 желания писать, и не было страхи перед пустым листом. Страха. Есть же вот эта боязнь между... У меня не было. Я начал писать, возможно, за счёт того, что фантастика, она в целом не такая литература. Она как-то по-другому смотрит на мир, по другим углом. А вторая вещь, тогда уже начал появляться некий фантастический мир, в котором я потом с удовольствием и долго работал. И, наверное, первым таким толчком было, когда в университете я начал подходить к преподавателям с распечатанными небольшими рассказами, какими-то такими, показывать. И они меня так по-отечески критиковали. И первые два-три отзыва я так немножечко в пику воспринимал. Ну, как молодой любой другой человек. А потом со временем я понял, что критика нужна. И, наверное, вот это повлияло. И не могу не выделить всё-таки влияние такого незначительного вроде бы события, но оно для литературы может быть важным. Это Владимир Фёдоров у нас в университете неожиданно появился. Это был мой третий-четвёртый курс. Возможно, он вёл какой-то семинар, спецкурс. И в рамках этого он объединил несколько студентов, которые, ну так, литература-центричны были. И он сказал так, нужно попробовать писать. И дал нам жёсткое и такое узкое задание. Со временем я понял, что именно такие задания я и люблю. Он сказал, напишите любой рассказ про лошадь, которая оказалась в городе в необычном антураже. То есть кто-то как-то написал про лошадь из цирка, кто-то что-то. А я почему-то прям увидел сразу картинку, что город покинут людьми, они улетели на другую планету, потому что там случился какой-то кризис. А лошадь вернулась в город как первый законный представитель животного царства. Вот она явилась, идёт по пустому городу, ещё немножко с боязнью, и видит, что людей нет. И вот эту картинку я сумел написать за 2-3 дня. Вот я, оказывается, люблю такие вещи. Может быть, это неправильно. Я вот сейчас читаю дневники разных писателей, и они говорят, ну нельзя так, надо работать спокойно, имея про запас время, не торопясь. А я так поработал, показал ему, и он сказал, ну это зачатки стиля. То есть те, кто видел со временем, они не говорили стиль, и это правильно. Критика намного важнее, чем похвала. И он сказал, зачатки стиля, нужно дальше работать. Потом он уехал в Москву, больше такой конкурс не вёл, ничего. Но с тех пор я понял, что надо писать и участвовать везде в семинарах, в конкурсах. Ну вот я в 1999 году участвовал на выборах в Госдуму, и у меня доверенным лицом был Андрей Геласимов, который сегодня стал одним из самых востребованных российских авторов, который был сегодня интересен для зарубежных стран. Его произведения переведены на многие языки. И когда я с ним общался, в том числе и привлёк вас, вы про его труды просто всё по косточкам разложили. Как это получилось? Или вы готовились к встрече с ним, или как? Или настолько вы начитаны, что вы на любого автора имеете своё видение? Здесь, наверное, золотая середина от всего, что вы сказали, как это обычно бывает в истине. Я читал у него несколько ранних произведений. Плюс ко всему, действительно, когда вы устроили нам встречу, я был рад и благодарен. Я посмотрел, что у него ещё есть. Поэтому, в принципе, я думаю, любой филолог, он с любым читающим человеком найдёт общий язык. Поэтому, когда я начал говорить о его произведениях ранних, например, у него, я помню, Фокс Малдор похож на свинью, была жажда. Вот жажду я помню. Её потом перевели на якутский язык, кстати. И вот, когда я начал ему какие-то символы в его текстах видеть, отсылки на других авторов, я видел, как ему это понравилось, и он так удивился. Обычно же читатели просто что-то говорят. Да, да, в общими словами. А тут филолог. Так что, ну, сейчас он в Москве, у него своё издательство, я знаю, есть, и там книги выходят. Так что, возможно, ещё какая-то коллаборация у нас с ним будет в будущем. Да, было бы замечательно. И вот он, я устраивал ему встречу с Ахофильмом, и у них тоже некие такие в будущем будут планы по экранизации. А то, что касается Владимира Николаевича Фёдорова, ну, это очень известный журналист, ну, и кромписатель, да, творческий посыл у него такой огромный, и, наверное, его влияние в достаточной степени большое на молодых авторов. Но сегодня он в Москве. Вы с ним как-то общаетесь или нет? Я могу сказать, что он активно сотрудничает как раз с молодыми, потому что около года назад, когда я после... У нас был Шамшуринский фестиваль в августе. По его итогам там меня немножко похвалили. Потом я весной занял в русскоязычной секции на встречу молодых писателей первого места. И вот тогда ему отправили один мой рассказ. И он в своём электронном журнале опубликовал. У него есть свой литературный журнал «Литера». И он сказал, да, весьма неплохо. Я, честно, не уверен, помнит ли он меня с университетских времён. Ну, потому что, конечно, я-то там был у него каким, да, по счёту студентом. Но вот мне кажется, как писатель, как драматург, он имеет, конечно, вес. Особенно в Якутии. Потому что его созвездия Марии ставят на сцене и смотрят люди. Но вы мне дарили свой сборник «Лес на карантине». Расскажите, вот как создавался этот сборник? Что вот стало таким главным моментом в этом произведении? — Для меня это был судьбоносный сборник, потому что до него у меня печатных таких изданий не было. Выходил только отдельно рассказ там, в «Полярной звезде», отдельно рассказ в Якутии. Я помню, в 2014 году вышел рассказ «Кеп Добряк» в Якутии. И удивительно, вот есть очень интересная фраза у некоторых писателей, что, например, у Салтыкова-Щедрина есть, что русский читатель — это совершенно странное, уникальное существо. Но никто не знает, что он читает, никто не знает, как он это читает. Поэтому вот я не знал своего читателя. А вот эту книгу получилось издать благодаря Ольге Фроловой, Янцен. И она заметила меня на Шамшуринском фестивале, про который я сказал, и как-то так предложила, говорит, у нас есть спрос на фантастику, на вот книгу. И, конечно, тогда я, как любой реалист, я подумал, ну, пока до этого ещё дойдёт, может быть, они сто раз откажут, может быть, ничего не выгорит, может быть, рассказы не подойдут. И я такая от неё всё. Но она мне раз в пару месяцев писала, что требуется вот это вот, попробуй отправь это. И я копил рассказы. В основном взял все свои старые рассказы и три новых. отправил ей в декабре, значит, 21-го года, я помню, по-моему, ноябрь, декабрь. И неожиданно приходит ответ, что приняли, нужно редактировать, нужно всё. Я у меня вот такие глаза, мне говорят, всё ещё не верю. Я всё ещё такой немножечко с подозрением, потому что я столько лет писал, и там бумаги не выходило нигде. И вдруг мне говорят, будем соответствовать вашим пожеланиям, но желательно вот это подкорректировать. И мне ещё так понравилось, что они написали, что ошибок очень мало, как хорошо, что филолог писал. Потому что писатели же далеко не все филологи. Они могут придумать невероятный сюжет, героев, диалоги. Но изложить не совсем грамотно. Ну а там будут ошибочки, да. А мне говорят, основные вещи были по стилистике. То есть какое-то слово лучше вот на это заменить. Но не ошибки. И я с удовольствием взялся за это. Может быть, как молодой. Да и вообще свои тексты я читаю, как любой автор. И вот слово за слово, месяц за месяцем. И вдруг получается, что мне говорят, твоя книга выйдет летом, июнь-июль. И вдруг она выходит в мае. Вот мы с Ольгой до сих пор смеёмся, что вот всё так гладко шло, что сборник летал просто как ракета по всем этим. Что на радостях они даже на первой страничке отчество моё перепутали. Когда в конце сдаётся знаменитая вот эта история, что там просто ещё есть с похожими инициалами писатель у них. Тоже в то же время печатался. Но я сильно не ругался. Конечно, немножечко было. Это первая книга всё-таки. Но главное, что книга вышла с хорошим тиражом. Сейчас уже, насколько я понял, тираж почти полностью разошёлся. К этому времени получается меньше, чем за год. Потому что она вышла в мае, пока она разошлась по магазинам, пока то да сё. Мы её уже представляли несколько раз в качестве автограф-сессии. По-моему, четыре раза даже. Приходили читатели, я подписывал, они спрашивали, что и как. Но книжечка тоненькая, но я не жалуюсь, потому что всё только начиналось тогда. И потом, после этого, не успел я очнуться от этого события, как мне в конце мая звонят уже из другого места, из Москвы. Я, конечно же, в полнейшем просто в шоке. Потому что я помню этот день. Я шёл домой с работы, и на светофоре, значит, начинаю идти на пешеходном переходе, звонок, и у меня по номеру Москва написано. Я подумал, конечно же, кто-то может звонить банк, мошенники. Я беру трубку, мне говорят, Максим Сергеевич, вы участвовали в таком-то конкурсе. А самое смешное, что конкурс я отправлял в декабре. Рассказ, и там было очень много преноминаций. То есть вначале было 600 с лишним участников. И я подумал сразу, ну, полуфинал. Это был бы хороший показатель для меня. Потому что всё-таки фантастики я не первый год отправляю. Всё, мне говорят, вы прошли первую преноминацию, то есть там осталось 400 участников. Потом вы прошли ещё одну, там осталось 200. И я подумал, ну всё, на этом меня срежут. Потом говорят, вы прошли в полуфинал, там осталось, ну, что-то около сотни, по-моему, участников. Я такой, окей, всё. Потом мне говорят, вы в шорт-листе, это 20 человек из шести сотен. И я подумал, ну, это очень хороший результат. Я уже папе позвонил, я уже обрадовал его. И сам подумал, ну всё, ну точка. А потом, значит, мне звонят. И когда говорят, начинают вот эту шапочку, вот вы участвовали в конкурсе. Помните ли вы? Я говорю, да. И мне почему-то уже кажется, они скажут, спасибо за участие, но на этом мы вас благодарим, вы не прошли сюда. И они мне вдруг говорят странные слова какие-то. Вы прошли финал, в августе нужно ехать в Москву, мы вас там встретим, все дела. Я, помню, на светофоре встал, пешеход уже загорелся красным, мне уже сигналят. А я всё не могу понять. Я быстренько бегу и спрашиваю ещё раз. Повторите, пожалуйста. Мне говорят, вы победили. Вы вошли там в десятку, а в итоге в шестёрку лучших писателей по решению новой фантастики 2022. У меня улыбка, конечно, просто от черепа до черепа, так от уха до уха. Я иду домой, и всё вот так закрутилось. Ну и как вот происходила церемония в Москве? Церемония была невероятной. Просто здесь, наверное, особенность в том, что у них хорошие спонсоры. Они берут не только издательство деньги, как это делают. Например, до них я был в Химках. Меня отсюда отправили в Химки на совещание молодых писателей России. Там было очень много писателей. Ну, больше сотни точно я видел за раз, прям за раз. И все они были такие энергичные, значит, все с энтузиазмом. У кого-то книжка вышла на 300 тираж, у кого-то на 30 тысяч. У меня была книжка с собой полторы тысячи, вот этот тираж. Я взял несколько книг показать. Но когда я был вот уже в Москве, не на государственной, получается, премии в Химках, а на частной, а у них спонсоры. Там, конечно, отель «Мариотт». Там, конечно, нас возили по городу в очень дорогих машинах. Все обеды, ужины, всё за счёт спонсоров. Мы вообще даже об этом не думали. У нас семинары читали просто мастодонты фантастики. У нас это Злотников был, Головачёв. К нам в гости приходил Лук Яненко. Ух ты. Вот так вот приходили просто поговорить, чай попить. И рассказывали нам какие-то секреты. Я очень много... Мне кажется, вот за этот один месяц... Вырос. Я узнал больше, чем лет за пять. Просто так же бывает? Да, конечно. Одно событие открывает тебе глаза. Но это здорово, когда открываются новые горизонты. И, безусловно, будучи в столице, вы почерпнули для себя всё самое ценное. Мы вынуждены прерваться на рекламную паузу. Потом мы продолжим наш интересный разговор. Я думаю, что для телезрителей и радиослушателей это очень важно. Может быть, у кого-то тоже есть творческая жилка. Ещё раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. Сегодня у нас очередная передача в рамках программы «Конституция. Мы». И мы говорим о реализации концонных прав на свободу творчества. У нас в гостях Максим Сергеевич Эверстов, писатель, победитель всероссийского конкурса писателей «Новая фантастика-2022». Сотрудник медиа-центра, национальной библиотеки, и он же преподаватель Северо-Восточного федерального университета. Максим Сергеевич, продолжим нашу беседу. Вы начали рассказывать про конкурс, в котором вы стали победителем «Новая фантастика». Та атмосфера, в которой вы попыли, те связи, которые вы наработали. Что ещё было полезного? Я всем начинающим авторам советую часто отправлять свои работы, потому что рано или поздно может быть такой конкурс, который выстрелит. И вот этот конкурс был для меня на данный момент самым масштабным, потому что остальные, они были неплохие. Были печати даже где-то в журналах, в электронных издательствах. Но вот этот конкурс, он показал, что люди, во-первых, читают, во-вторых, фантастику я имею в виду, я в фантастике больше работаю, и люди пишут, и люди покупают. То есть вот такая триада, которая показывает, что там, в принципе, деньги есть. Но она в основном есть в частном секторе. То есть там есть, конечно, союз писателей, но там больше вещь такая на авторитет, на имя. А вот о том, какие невероятные возможности открывает. Это вот на этом конкурсе я увидел, например, вот так вот, как мы с вами сидим, Лукьяненко, Головачёв. Они рассказывали секреты, которые надо потратить, наверное, всю жизнь, чтобы их где-то прочитать, увидеть. А они вот так говорят. Там была Александра Черчинь, и она только электронные книги пишет, не бумажные. И она рассказала, как это делается, какие она с этого имеет деньги. И что, в принципе, даже вот она, ну, примерно со мной одного года, и у неё уже 10 романов с лишним. То есть насколько я знаю, о тех, которые я слышал, может, больше. И мы с ней так поговорили, и она, значит, рассказала мне какие-то секреты, которые невозможно было найти где-то. А сама премия была очень пышной, очень мощной, фантастической. Поэтому я рад, что я туда попал. Ну вот сейчас, конечно же, мы живём в большей степени в виртуальном мире, нежели в реальном. Ну и молодёжь вся сидит в гаджетах. Получается, вот сейчас писать электронные книги – это более выгодно. Но в чём есть сложность? Или наоборот, для вас это тоже не будет сложным? Сейчас очень странное время, потому что есть возможности появились. Электронные книги, они читаются не хуже и не меньше, чем бумажные. И они быстрее распространяются, они не занимают места. И электронные издательства, наподобие Литреса, они сразу могут сотрудничать напрямую. Авторы Today, Литмаркет, они сразу книги покупают, и авторы их берут. Почему бумажные книги хотят авторы? Почему я хочу в бумаге? Во-первых, потому что это такой немножечко образ. Пусть он консервативный, но это яркий образ, свою книгу в бумаге иметь, в бумажной обложке. Что касается электронного, есть сложности в том, что тиражи сокращаются бумажные, не электронные. Бумажные сокращаются, потому что и с бумагой, и с краской бывают проблемы. И с реализацией книг в магазинах тоже бывают проблемы. А электронные книги люди покупают, читают на телефоне, поэтому, я думаю, постепенно этот рынок будет скашиваться в сторону электронных книг. Бумажные не уйдут, они останутся для ценителей и для таких ретроградов, которые покупают бумажные издания. Но электронные, они будут побеждать со временем. Ну, всё-таки вот шелест бумажных страниц как-то поудобнее устроится, хороший флакон, ну, какой-то более уютный. А всё-таки читать электронные книги иногда может быть немножко утомительно. Есть сейчас средства, чтобы, если вы про глаза, то есть прекрасные новые электронные книги с чернилами, которые подстраиваются под цвет, они почти не вредят глазам. Просто я сам покупаю бумажные книги, когда я уверен, что эта книга у меня останется, и я её не выброшу и не отдам, ну, я имею в виду, не выброшу куда-нибудь на обмен. То есть есть книжные так называемые буккроссинги, вот я туда, если книгу оставляю, значит, она мне не очень понравилась. Сейчас я уже стараюсь покупать книги, которые точно передам детям, например. Здорово. Ну вот, перейдём более таким вещам земным. Вот вы работаете в национальной библиотеке. Вот как ваше творчество коррелируется с работой? Очень творческая атмосфера в библиотеке в целом. Сейчас там и новые возможности появились. У нас электронная библиотека, у нас выходят подкасты, у нас есть различные такие объединения творческие наподобие «Рыцарей книжного стола», которые позволяют читателям и начинающим авторам общаться, устраивать мастер-классы. Вот у меня был небольшой мастер-класс «Как писать тексты» в том году, вот в этом году у меня тоже будет небольшой мастер-класс, уже другой. И библиотека, она старается идти в ногу со временем, поэтому она уже не уступает в чём-то таким большим медийным пространством. Она и внутри меняется, там не все ещё видели наш невероятный ремонт, который продолжается и охватит новые этажи, поэтому это будет такая зона, где можно поговорить про книги, можно взять книги и со временем, наверное, писать книги. Мне понравилось, что когда я пришёл в библиотеку работать, мне сразу сказали, что подкасты и видеообзоры – это формат, который мы хотим со временем оседлать. И так как у меня был небольшой опыт и с подкастами, и с видеообзорами, я, конечно, свои силы к этому смог применить. И подкасты я с удовольствием записываю, рассказываю про книги. Вместе со мной подкасты записывает Наталья Харлампьева. То есть мы вдвоём представляем вот такой вот комплекс подкастов. Она больше говорит о якутской прозе, о якутских авторах и поэтах в том числе, и о советских авторах больших, знаменитых. Я говорю о фантастике, современной прозе и, наверное, о технике чтения. Как бывший учитель школьной я говорю о том, что вот можно детям дать читать интересно. Ну вот говоря о технике чтения, вот недавно вы провели конкурс «Открой рот», по-моему, называется. И что вот вы получили от проведения этого конкурса? Можете ли вы привлекать победителей к тому, чтобы вместе с вами делали подкасты? Или это просто разовое мероприятие? Ну вообще это разовое мероприятие, оно проходит каждый год. То есть пятый год проходил у нас в библиотеке, в республике, и библиотека была проводником. Выявляются наиболее интересные чтецы, у которых хорошая артикуляция, правильный голос, и которые не боятся. В этом году было достаточное количество участников, приличное, и конкурс никуда не исчез, хотя во время таких более онлайновых зон, когда все сидели по домам, конкурс проходил один раз в онлайне. Но в целом они сейчас хотят продолжить очно, оффлайн. Я думаю, подобные конкурсы, они должны проводиться, чтобы у людей была возможность себя открыть, и в том числе писательские. Вот меня больше всегда волновали писательские конкурсы, потому что их на самом деле немало, и любой может поискать. У нас и на крыльях «Жар птица» есть конкурсы, у нас в Якутске есть совет молодых литераторов, который недавно объявил набор, что вот, пожалуйста, до 25 лет. Я в этом совете состою. Мы там делаем такой литератороцентричный контент, то есть обсуждаем что-то, мы это шлифуем, готовим к печати где-то что-то как-то. Все это идет не так быстро, как мне хотелось бы. Я же к питерскому, к московскому темпу больше привык. Там-то все это делается на бешеной скорости. Некоторых эта скорость пугает литературными. Здесь это чуть медленнее, но тоже идет. Жизнь не стоит на месте литературная в Якутске. А вот ваше литературное объединение и плюс издательство «Аяр», вот какое есть сотрудничество? Или они живут своей жизнью, вы своей жизнью? Литературное объединение? Ну, ваше литературное объединение, совет молодых литераторов и «Аяр». Совет молодых литераторов работает при Союзе писателей Якутии. Поэтому там и Гаврил Андросов, и Наталья Харлампева, они следят за этим. Они там руку на пульсе держат, они курируют, подсказывают. И Ольга Янсон опять-таки там тоже в Совете работает. Могу сказать, что «Аяр» всегда ищет новых авторов и на русском языке, и на якутском языке. Потому что если книга интересная, её будут печатать. Вот сейчас мы с ними разговаривали, уже были разговоры о второй книге. Вот пока что мы думаем о формате, пока что мы думаем о жанре. Всё это пока так. Но московские издательства тоже от меня, между нами говоря, когда я уже уезжал с конкурса, многие издательства давали свои личные почты. Это было очень важно. Это дало больше мне, чем финансовое, там небольшое вознаграждение было, чем статуэтка вот эта вот, да, тяжёлая. Они давали свои личные адреса, e-mail-адреса. Некоторые были, вот, например, самым, наверное, важным для меня был адрес Вячеслава Бакулина, потому что это был редактор «Эксмо». И вот он сказал, нужна трилогия, чуть ли не за год. Нужна трилогия, фантастика или фэнтези. Нужно сейчас, как победителей, к нам, сказали, меньше требований будет. Потому что если бы с улицы пришёл кто-нибудь, писатель, они бы его очень сильно прогоняли по всем фильтрам. А так, так, я уже победитель, они сказали, отправляй, и будем смотреть тебя не в общем кластере, где 120 человек вместе с ним отправляют, а так напрямую посмотрят. Это очень много дало, поэтому, конечно, есть над чем работать. Ну вот, Конституция гарантирует свободу творчества. Как вы думаете, насколько это реализуется, и от чего это зависит? Реализация конционных гарантий на творчество? От самого гражданина или от государства? Ну, сейчас государство даёт все дороги, которые есть для издания книги своей, для любого творчества. Я всегда стараюсь говорить о любом творчестве, в том числе музыка, в том числе, пожалуйста, картины, скульптуры, что угодно. И Польшу просто я больше знаю в книжном мире, поэтому говорю, что любое издательство, талантливого автора, она его берёт. Кто-то говорит о том, что там все свои, берёт своих, что там взятки, ещё что-то. Ну, это, возможно, в каких-то очень узких моментах. В очень узких моментах, потому что, в целом, если человек победил премию... Например, есть автор Яна Летт, и она победила этой премии несколько лет назад. Её сейчас печатают и издают бумажных. Мир из Парареха у неё была серия книг. Так что талантливых берут, и государство, и Конституция, они эту возможность уже продиктовали. Нам осталось как людям творческим не терять этот шанс, вцепиться в него, потому что под лежачей камень вода не течёт, если человек пишет, если он о себе говорит. Единственное, я поясню всем слушателям и зрителям, что нужно себя рекламировать, потому что сейчас такое время, что просто сидеть дома, надеяться, что придёт волшебный редактор, возьмёт книгу из твоего стола и её издаст, а ты можешь дальше сидеть. Это время уже прошло. Уже мы работаем не как Гоголь, прекрасный и могучий Николай Васильевич. А нам нужно ходить и везде о себе кричать, как Маяковский. Сейчас больше работает такая система Маяковского. Нужно всем говорить, что ты молодец, что ты хороший автор, и всем свою книгу совать. И это где-то выстрелит. Вот так. Ну вот, хотя говорят, не хлебом единым сыт человек, но в то же время хлеб важен. Но вообще людям, в том числе молодым, для чего нужно заниматься творчеством, на ваш взгляд? Вопрос, для чего? Да. Он, по-моему, уже построен так, с хитринкой. Потому что творчество же не для, а творчество потому что. Творчество, вот оно даётся, потому что оно есть. Потому что человек к этому тянется. Вообще, мои любимые писатели, Аркадий и Борис Стругацкий, они говорили, что любой человек со временем понимает, что самая лучшая работа – это творчество. Потому что в нас во всех, во всех заложено ядро творчества. Просто, к сожалению, кто-то его со временем в себе не может открыть. Разные возможности. Человек мог родиться, например, во время, когда не было изданий книг. И во время, когда не ценили поэзию. Вот это же всё бывает разброс. И вот Стругацкий говорили, что лучшая работа – это, конечно, творчество. И я с ними согласен. Поэтому сегодня молодой любой человек, он может издать свои стихотворения, свои рассказы или свои драмы где угодно, на любых площадках. Потому что это допускается. Это возможно. И деньги на этом тоже можно заработать. Возможно, они будут не такие колоссальные, как люди представляют себе в Европе или в Америке по изданиям книг. Но читатель есть. Читатель готов тратить свои деньги на это. И поэтому всегда найдутся люди, такие, как Лукьяненко, которые за счёт своего бумажного труда очень хорошо живут материально. Ну, то есть есть с чему стремиться. Но вообще для начинающих, вот вы говорите, самый лучший труд – это творчество. Люди хотят заниматься творчеством, но они не знают, как поступиться. Вот задаём прямой вопрос. Как написать книгу? Как написать или как издать? Как написать книгу. А потом уже издать. Это второй этап. Во-первых, первые 10 книг первые 10 крупных текстов можно писать, не думая, не просто писать, потому что, скорее всего, это будут очень плохие тексты. Это не моё только мнение. Это вот и у строгатских рассказы первые были, они потом открещивались так, что детское, детское, конечно, всё это, да? Хотя они уже были взрослые дяденьки. И я думаю, надо писать, и вот в голове две вещи держать. Либо нужно писать о том, что хорошо знаешь, тоже вот такая фраза есть, либо о том, о чём никто не знает. Например, вот писал Лем свой «Солярис». И это же мир, в котором есть люди вполне узнаваемые, и мы представляем, что это за люди со своими характерами. А планета, где всё это происходит, о ней никто не знает, что это единый организм. Планета море, планета моносущество. Это было очень гениально до своего времени. И поэтому пишите лучше о том, что вы хорошо знаете, потому что тогда ваш опыт будет релевантным, он будет востребованным, и читатель увидит, что в этом есть жизнь. Начать с того, что писать нужно на своём опыте книги. И спокойно писать, 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 не думая, что первая книга – это гениально. Когда-нибудь появится нормальная книга. Но бояться не нужно. То есть сейчас, вот мы, говоря о творчестве, должны быть уверены, что в Якутии мы на самом деле можем огромный плац людей раскрыть. Для того, чтобы раскрывалось как можно большее количество талантливых людей, что мы должны делать? Что должно государство для этого делать? Ну, вопрос такой не ко мне, я бы сказал, но если его так ставить, наверное, две вещи. Первое – нужен пример. То есть нужно, чтобы писатели делали больше авторских передач, делали больше мастер-классов, делали больше каких-то кластеров, центров для этого. Раньше же в Советском Союзе была очень мощная компания писательская, что любой может попробовать написать, что это очень почётно. Сейчас быть писателем не очень почётно. Вот такая ситуация. Это может быть интересно, это может быть в чём-то прибыльно, но уже такого почёта нет. Так что это первая вещь. Вторая вещь – всё-таки нужно делать то, что делают другие страны, вливать деньги в издание книг. Потому что это дорога в будущее. Если мы будем книги сегодня писать, то и в будущем будут писатели, которые будут с этим работать. Я хочу вас поблагодарить, Максим Сергеевич, поблагодарить за то, что вы пришли в эту студию, рассказали о своём творчестве, дали определённые советы. Я очень надеюсь, те, кто видели и слышали, возьмут для себя что-то полезное. Ну и хотелось бы, чтобы реализация творческих способностей в нашей республике была более полной, полнокровной, во благо жизни, во благо республики. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Читайте книги «Любите жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова